Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня автомобиль Toyota Harrier 2003 года выпуска 2.4 бензин Коробка автомат Полный привод Пробег на автомобиле 258 тысяч километров Сегодня на нем заменю задние тормозные колодки Подошли они уже полному износу Поднимаю автомобиль и снимаю оба задних колеса Поднял автомобиль Снял оба колеса Теперь откручиваю Верхнюю и нижнюю Нижнюю и верхнюю направляющие Ух ты! Вот это прикипело Но верхняя-то нормально Вот нижняя меня смущает Она Не обломался бы Палец направляющей Внутри Поддену пыльник Налью УВД-шки Саразь КОНЕЦ 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 Износка лодки неровный из-за того, что одна направляющая уже заклинила. Наружная, а тоже немножко перекошенная. А на левой стороне там еще больший износ. Снимаю направляющие, снимаю пластинки упорные. Добавляем пластинку. Добавляем пластинку. Добавляем пластинку. Даже пластинки умудрились приржаветь. Что здесь произошло с этой стороной, непонятно. Откручу я полностью скобу и почищу ее всю. Добавляем пластинку. Добавляем пластинку. Добавляем пластинку. Добавляем пластинку. Здесь вокруг пыльника все забито грязью и коррозией. Но здесь не особо такая коррозия и больше грязь. Поэтому под пыльник попал в влагу и там все забилось грязью. Потому что цвет вот какой. Это не смазка высохшая, это грязь. Все вычищаю сейчас. Под пыльник суппорта добавлю маленькой смазки и сдавлю его. Аккуратненько его подбиваем, чтобы не повредить. Сколько здесь грязи, а. Аккуратненько под пыльником чисто. Разгоню смазку по кругу и струбциной сдавлю. Когда кусок запах в арома зимс, чтоб ее будет вверх. Вот тогда кусочки потребности вето. Утопил поршенек, сразу смажу резьбу медной смазкой. Вот так вот почистил скобу, почистил пружинки, вставил их на место, почистил посадочное под пыльник, внутри все вычистил, помыл. Пыльники тоже вывернул наружу, помыл их и можно устанавливать здесь на место, на посадочное надевать, он спокойненько оделся. Также и второй пыльник тоже одеваем. Добавлю сразу маленечко смазки туда. Смазку, как и всегда, я использую тойотовскую розовую, чуть-чуть, буквально чуть-чуть добавляю от стока в одно и от стока в другую. Сейчас сверлом там ее разгоню, размазал ее внутри, а теперь можно одеть пыльник, потому что направляющую, я когда буду одевать, с нее стянет смазку, смазки на ней не будет. Устанавливаю. Устанавливаю. Устанавливаю новые колодки фирмы Саншинг, СП-1385. Саншинг, СП-1385. Устанавливаю на место цилиндров, пыльники поджимаю, чтобы они не подворачивались. Вот так вот вверх их приподнимаю. Все, они стоят по отверстию. Почистил направляющую, резьбу посадочную, тонким-тонким слоем. Понятно, что сейчас она пойдет через пыльник. Большая часть снимется и немножко сверху добавлю. Нижняя с резиночкой. И точно так же верхняя. Здесь есть проточки. Три штуки. В проточки чуть побольше добавлю. Три штуки. Историяшая. И смотрим, чтобы пыльник оделся на направляющую все здесь и здесь оделась у нас аналогичным образом меняю со второй стороны ставлю на место колеса и нажимаю на педаль тормоза 2-3 раза на этом все замену тормозных колодок я закончил всего вам доброго